Возможно, у меня в какой-то момент сломается голос, но я надеюсь, что нет. Но если сломается, то будет легче закончиться, но я надеюсь, что все будет хорошо. Так, там в чате писали какие-то слова по поводу того, что что-то там непонятно, куда мы идем. Я, в общем, могу еще раз объяснить? Я еще раз напишу на всякий случай, что у нас есть три блока основных. Первый блок мы уже прошли, он был не очень длинным. Это были игры в нормальной форме или одновременные игры, игры в нормальной форме. Ну и здесь у нас было последовательно четыре подтемы. Это доминирование, рейси Панэша, сверхная равновесие и симметричная сверхная равновесие. Еще мы там доказали теорему Нэша, это вот потребовало каких-то там дополнительных усилий с доказательством теорема Брауэра, теорема Кокутани. Дальше вот, на том, где мы сейчас находимся, это продолжение этой темы. Это игры в развернутой форме, динамические игры в развернутой форме. Ну, по-другому можно сказать, что это вот статическая часть, статические игры, а это динамические. Они очень похожи, я это уже в прошлый раз немножко объяснял, что динамические игры в принципе могут идти к одновременной, но мы за счет динамики можем чуть-чуть поточнее, потоньше почувствовать рейси Панэша, потому что оно уже зависит от порядка очередности. Тем не менее, они вот очень похожи, и если у вас есть немножко динамики, то это позволит вам рассматривать более тонкие равновесия, более правильные. Этим будем заниматься там следующие еще 3-4 недели, то есть у нас до этого я просто сказал определение, сейчас мы сегодня ведем случайность, немножко поговорим про повторяющиеся игры, потом там будет секвенциальный равновесие. Есть еще отдельный блок, который называется кооперативные игры, он не очень большой, это буквально 2-3 лекции, это вот в конце будет. Это что будет, если игроки у нас хотят копироваться, вот мы до этого рассматриваем игроков как отдельных рациональных и экономических агентов, они вот объединения мы никак не рассматриваем, но можно это сделать, это отдельная часть, она с этой частью не пересекается. Ну и кроме того, там будет еще для, ну сейчас вот нужно будет аккуратно понять, что происходит. У нас как бы 3 курса одновременно считается, да, курс по выбору, для магистратуры и для рэш. И у рэш будет в октябре 2 недели каникул, у них, ну не каникул, а вернее интенсива, там у них будет какой-то крэш-курс, да, приедет. А, понятно, вы не в курсе. Ну ладно, тогда ничего не будет, все в порядке. Нет, вроде бы, вроде бы, по плану, к вам придет Александр Филатов из Дальневосточного университета и читает вам 2 недели какие-то интенсивы. Вроде в прошлом году так было и в этом году, наверное, тоже так будет. А это происходит 2 недели в октябре. Вот он приезжает один раз и там читает свои курсы. Они будут, может быть, использовать тюригр немножко, но, собственно, лекций у вас не будет, поэтому, то есть вы на 2 недели выпадаете. В эти 2 недели я обычно читаю для магистратуры то, что они не проходят весной, ну потому что у курса по выбору есть еще и весенняя часть, а у магистратуры у них весенняя часть алгоритмическая тюригр, поэтому я обычно дочитываю то, что в магистратуре нужно пройти. А еще продолжу контроль для студентов, а для Рэш контроль проводится отдельно. Поэтому, ну вот тут будут какие-то ставки еще может быть. Ну там вот будет такая лекция, которая для магистратов обязательная, по курсу курса по выбору она свободная, это как вы можете отдохнуть, а Рэш не приходит, потому что у них интенсив. Что? Ну вот аукцион, они входят в динамические игры. То есть вот здесь вот у нас будет вот, сейчас будет, сегодня будут вероятности всякие. Потом, ну потом мы перейдем к вторым все играм, потом будет сексенциальный раноеси, и где-то здесь будут еще аукционы в какой-то момент, когда будет раноеси в Айсенэша. Это все здесь будет, это все в этом блоке будет. Но по аукционам опять же, то есть вот по аукционам есть отдельные книги, то есть там есть книга на 500 страниц, отдельные проакционы, которые вот используют вот эту всю концепцию немножко, но там реально отдельно можно рассматривать разные варианты, поэтому мы немножко у нас будет видение в аукционы. Там вот семинарист, который ведет курс по выбору, он гораздо хотел там проакциону ничего больше рассказать, я его пытаюсь подтормозить, чтобы он там совсем глубоко не ушел, но, может быть, вот он, посмотрим. Это вот примерно обзор вот всего курса, да, то есть тут, ну вот, есть тут ставка, то вот, ну для магистров я обычно рассказываю еще про теорию выборов или там теорию просочетаний, которая для остальных пойдет в весеннюю часть, в весенней части это продолжение этого курса, там рассматриваются отдельные сюжеты, там мы с Данилом Владимировичем читаем примерно по половине курса, я вот читаю про выборы и про просочетания по 3 лекции, по 2-3 лекции, а он читает про дележ справедливый и 5 веки выборы с консенсусом, ну вот это вот, поймете, когда это вот будет весной. Это вот план всего курса, но если нужно подробности, то можно, конечно, меня спрашивать, и я вам что-нибудь скажу. Окей. Ну с чем мы делали в прошлый раз? В прошлый раз мы начали говорить про динамические игры, про развернутую форму, то есть у нас была такая структура, развернутая форма. То есть теперь у нас игра, это не 3 элемента, как было раньше, а целых 5, то есть нам нужно создать вот там дерево игры, терминальные вершины, функцию управления, значит, функцию выигрыша, а, еще список игропов я забыл, самое главное, функцию выигрыша U. И мы определили, что там есть равновесие по дэшу, причем можно его определить даже круче, будет равновесие по дэшу совершенно на подыграх, так называемое SPRE. Совершенное на подыграх равновесие. А именно вы смотрите не просто на то, не могут ли изменить люди свои стратегии, чтобы получить получше, но смотрите это за любого поддерево, и даже поддерево, в которое мы вообще не попадаем, там тоже должно быть равновесие. И я закончил тем, что привел два примера, когда это равновесие дает плохой результат. Вот это сырконожка, давайте я еще раз наносить случай, нарисую ее. И рука-ножка. Когда у вас есть два игрока, они ходят по очереди, и на каждом шаге, ну, обычно предлагается взять себе много или сопернику мало, и на каждом шаге там это все удваивается и меняется. И получается вот такая вот матрица выигрышей. Значит здесь первый, второй, первый, второй. Ну, там можно продолжать до бесконечности, в принципе. Сейчас, да, значит, 8.32. Ну и тут там 64.16, ну и, например, здесь, ну, пишем там, не знаю, 40.40, не знаю, сколько написать. Ну, в общем, что-то такое. И совершенно на подобных равновесиях у вас будет ровно одно, а именно, когда все забирают деньги себе тут же, никто не продолжает, и получается, что у нас игра заканчивается на первом же ходу. Хотя бы не верю, если бы они прошли хотя бы два года, они бы получили больше. И ультиматум. Что? Ну, давайте 40.40 напишем, это никакой разницы не будет. Хорошо, хорошо, 40.40. Что-то типа чуть больше, чем второго лайма дает. Хорошо, хорошо, хорошо. И есть еще ультиматум. Это когда первый игрок предлагает дележ какой-то, ну, дележ пирога, да, это мы, он предлагает дележ вида альфа 1 минус альфа. Можно считать, что альфа приносим отрезку от него до единицы, то есть тут, на самом деле, несчетное количество подвигий. Можно ограничиться случаем, когда их там очень много, например, у вас есть 8 минус пирог на миллион тестей, и вот у вас есть миллион таких вариантов. То есть альфа – это какое-то число, сознательно миллион. А дальше второй игрок, он либо соглашается, либо нет. Значит, тут везде продается второй игрок, и он говорит везде да или нет. Если да, то так и делится. А если нет, то делится, никто ничего не получает. Ну и вот… Если смотреть, рейф совершенно на подыграх, то во всех вершинах второго, кроме одной, он точно будет выбирать, соглашаться не дележ. То есть вообще он всегда соглашается не дележ. Ну а вот в одной вершинке ему все равно, именно в случае 1-0, ему вообще все равно, что соглашаться. Он может сказать нет, может сказать да. Ну и если у вас… То есть есть точно, если подальше, когда он всегда соглашается, ну и тогда первый просто забирает все себе. Никакого у вас… никакого либерализма нет, у вас первый просто забирает все себе. В случае, когда у вас их конечное число, то в принципе можно отказаться, тогда второй просто будет забирать себе максимальную долю близкую к единице, ну это почти единица, можно считать. Если у вас альфа очень большой, в смысле вы берете конечное число альфа, но у вас знаменит очень большой, то получается, что… Альфа единический всегда получает выглядишь близкий к единице. Тоже получается, что как-то равновесие плохое. Ну давайте подумаем, как это исправлять. Наивные… Ну и сейчас первая мысль, которая вообще приходит в голову. У нас были смешные равновесия, выглядит с нормальной формы, давайте пробуем их тут сделать. Но это в любом случае полезно. Конечно, если у вас есть модель, то логично рассматриваете смешанные стратегии тоже. Если вы чисто рассматриваете, то, конечно, вы можете, как и выглядит с нормальной формы, обязательно рассмотреть некоторые случайные события. То есть каждый игрок может перед сходом своим крутить там рулетку и выбирать ход в зависимости от того, что там выпадет. А в данном случае эти стратегии называются смешанные стратегии, называются поведенческими стратегиями. Сейчас объясню, в чем разница. Поведенческие стратегии. А именно, вместо того, чтобы в вершине дерева играть чистую стратегию, то есть вот вы управляете какой-то вершинкой, вы первый игрок. По идее, как мы писали, множество стратегий первого игрока – это произведение всевозможных множества ребер V, где вы управляете первым игроком. То есть V принадлежит и в минус первой от единички. Да, V – это функция управления. Она по каждой вершине показывает, кто управляет. Значит, мы берем все вершины, которые появятся первым игроком, и берем произведение всех восходящих ребер. EV – это, может, восходящих ребер. Ну, понятно, что если у него есть три стратегии, то он может их смешать в любой пропорции. То есть он здесь пишет какие-то вероятности по 1, по 2, по 3, где T неотрицательные в сумме дают единицу. Соответственно, множество стратегий модифицируется, и мы рассматриваем произведение по дельта от множества исходящих ребер. Значит, я объясню, да, у нас это отличие от смешанных стратегий, потому что смешанная стратегия – это просто дельта от S1. А V – это множество, оно попроще встроено, потому что у нас новоразмерность имеет меньшую, а по сути делает то же самое. То есть мы, на самом деле, смешанные стратегии немножко, тоже немножко утончаем, потому что понятно, что если он мыслит смешанными стратегиями, то он не мыслит их в смысле смеси всей стратегии S1. То есть он не берет не дельта от произведения, а произведения дельт. То есть вот это у нас размерность падает. Ну, вот такие стратегии называются поведенческими, да, то есть поведение в каждой вершине отдельное. То есть элементы отсюда называются поведенческой стратегией. Поведенческая стратегия. Так, надо ли я что-то подробнее писать или понятно? Что? Ну, смотрите, в смешанных стратегиях вы написали дельта от произведения В. Вот эта вот смешанная стратегия, это смешанная. А поеденческая, это вот такая штука. Вот у них даже, то есть размерность этого пространства, она меньше, чем размерность этого пространства. Потому что здесь вы берете, ну, там произведение размерности, а там берете сумму, в общем, да? Да, у нас не уступает 12 градусов. Если только я власть 2 раза в машине, скажите, где она в сумме является поеденческой. Если она попалась в машину, она должна быть так? Конечно, ну, вот это тут написано, да, а что? Я не знаю, что вообще такое. Пытаешь, не знаю, что такое? Мне кажется, это если бы он кидал кубик, я писал сам. Нет, это если бы он написал, сначала бы он написал все возможные свои стратегии, а потом бы кидал кубик между ними, да? Ее застрал всеми стратегиями. Но это довольно странно, он же так не будет делать. Это что человек будет использовать такую стратегию, не такую. Поэтому нельзя говорить, чтобы использовать смешанную стратегию в этом смысле. Поэтому ее, ну, хотя по логике это как бы мы смешиваем, но в каждом решении отдельно. Поэтому, чтобы отличить, мы называем ее поведенческой, да? Первый, мы кидаем кубик в стратегии, для возможных человек. Да. Второй, у нас в каждом... В каждом отдельном решении мы кидаем кубик отдельно, да? То есть у нас не одна рулетка на все случаи жизни, да? А мы кидаем в каждом, у нас 10 вершин, но в каждом решении отдельно кидаем рулетку. Ну, наверное, понятно, что если мы в каждом решении определили стратегию, то тогда мы можем рассчитать функцию выигрыша. Но теперь уже это будет не... То есть мы должны... Ну, понятно, пока... У нас теперь на каждом ребре написана вероятность, то есть наш граф состоит, ну, значит, не просто... Не просто ребра, а на каждом ребре теперь написано какое-то число. Там P, Q, там альфа какие-то, бета. Ну, и дальше мы, чтобы считать выигрыш, мы просто берем произведение всех вероятцев на терминальные вершины и умножаем на этот выигрыш. И смешиваем это в таких пропорциях. Поэтому, если у нас одна поведенческая стратегия, можем привлечь такой выигрыш, естественно, можно привлечь такую равновесию Панеша, и можем опять же это равновесия Панеша совершенно на подыграх. dub oггггерем точно так же переделываются. Ну, понятно, что вы можете точно так же начать дальше с конца, если у вас такая игра. Потому что вы берете последнюю вершину перцеминальной, ну, и у вас там... Да, вы будете вострить игрок. Вот у вас есть два числа. Опять же, если какое-то число больше, если вы если равновесить совершенно на подыграх, то вы просто говорите, что он будет получить чистую стратегию и смешивать не будет. А если вот у него одинаково чисто написано, то он может использовать в принципе какую-то вероятность replay. Ну и дальше вы решаете. То есть вы тут пишите... Переходите к предыдущему игрогу, но только у вас, вместо того, что раньше у нас было конечно количество новых деревьев, а теперь у нас будет бесконечное количество деревьев, то есть надо будет решать все-таки более сложные системы. То есть там второй игрок будет решать идти ли ему сюда. Ну если у вас в предыдущем шаге был второй игрок, который что сделал, Вот у него будет тогда вариант, если он тут 5, а тут будет функция, там, какая-то, там, 4p плюс 6 на 1 минус p. Ну, и надо разбирать случай, да, тут вы начнете писать, что если у вас, там, p, там, меньше 1,2, то значит, он будет выбирать вот это, если p больше, до 2 будет выбирать вот это, а если p много, до 2, ему все равно что выбирать, и снова у нас, получается, мы тогда переходим в следующий уровень. Ну, и вот, как обычно, если у вас, то есть так же можно считать с конца, но вот тоже будет сложность, если с подсчетом, там надо будет разбирать случаи и смотреть, вот, аккуратно переходить к предыдущей вершине. А так, в принципе, концепция, наверное, есть та же самая. Помогает ли нам это решить наши проблемы? Ну, вот эта проблема не как перешится, а сороконожка. Сороконожка — это наша новая дилемма заключенных. Дилеммы заключенных никак смешные новости не помогли, у астронорда есть только одно в чистых стратегиях, и оно просто там сильное доминирование, и смешные новости, но ничего нового не дает. И здесь то же самое, никакие смеси вам ничего не дают, потому что все равно это единственное смешное равновесие на подыграх, даже в поиндейских стратегиях. Так что это ничего не помогло. Ну, я не знаю, может, надо закрыть окна, но смотрите, все там. Но здесь все равно ничего не сработает, потому что у вас каждый раз, кроме этой вершины, где тут вот, тут единственное вершин, где он может использовать смешную стратегию второй блок, это вот последнее, и вот тут, в принципе, может быть какие-то изменения, да, потому что мы, то есть вот здесь вот точно у нас только один вариант. А вот здесь у вас может быть смесь, и, в принципе, второй игрок может так смешать эти, ну, если он возьмет тут слишком маленькую вероятность, что, конечно, первый игрок отклонится и возьмет себе просто самый большой, близкий, как единица, но на сути это не очень повлияет. Так что, ну, вот СПНЕ переделывается под поведенческие стратегии, но вот в таких радикальных примерах у нас ничего не меняется. Вот, давайте подумаем примерно, вот этот вот наш план на будущее, как бы вообще можно было бы исправить сорта ножку. Так, давайте где-нибудь что-то напишу. Как вообще можно было бы исправить сорта ножку? Конечно. Внекти залог. Если он собрал, то потом этот залог поддают второму, но ты получаешь ее. Ну, смотрите, да, ну, понятно, можно, вот, тут надо предполагать, что люди, вот, они в каком-то смысле будут иногда действовать добровольно. Например, вот, одна из самых простых идей, это считать, что у нас есть, ну, например, второй блок, может быть, двух типов. Это альтруист и рациональный экономический агент. И альтруист, он просто всегда передает ход, у него стратегия всегда просто передавать ход первому. А рациональный экономический агент, он хочет достичь максимальной прибыли. Ну, вот, как это, как это вообще можно, вот, хотелось бы это замоделировать. Но мы сталкиваемся с такой ситуацией, что второй игрок, он знает, какой он типа. Для того, чтобы нормально замоделировать, первый блок не должен знать, тип второго игрока. То есть он, вот, он, в чем заключается, да, ловушка? В том, что, ну, первый игрок может передать ход второму, и второй, ну, вот, он, если он, рациональный экономический агент, он сразу же забирает, а если альтруист, то и передает. И дальше первый может передать по второму, если он знает, что альтруиста достаточно много, и, возможно, ему передаст ход второй. Для чего? То есть альтруист всегда передает ход, а рациональный агент может попытаться обмануть первый, притворившийся альтруистом, для того, чтобы здесь получить побольше. Чтобы первый снова передал ход, поверив, что тоже альтруист, и тогда второй бы себе забрал побольше. То есть тут начинается вот эта игра, тут играет роль динамика, и вот мы хотим построить какое-то такое равновесие, когда первый передает ход к второму, он везет на то, что второй передаст ему ход большой вероятностью, то получит времени больше. Дальше вот первый будет передать ход к второму уже тоже некоторой вероятностью, потому что он, ну как бы, знает, что снег передает все, это был в арсенале агент, и там вот все плохо. А снег передает все, это там, альтруист... Ну и есть шанс, да, есть шанс, что будет равновесие, в котором они получат средним больше. Но вот что нас заваливает, у нас есть проблема, да, проблема в том, что первый игрок не знает, какой вот тип второй. Первый игрок не знает тип второго игрока. И тут мы приходим к новой концепции, которая немножко все ломает. Ну, сейчас мы ее, вот, будем обсуждать, собственно, вот, мы примерно будем ее несколько недель обсуждать, с разными, под разными подходами. А, и она хорошая, но вот, вот, она, то есть, она многое объясняет, но что-то ломает. Значит, это такие, ну, так называемые, информационные множества. Информа- слонные множества. До всего момента мы считали, что брокер находится в вершине, он четко знает, что до этого происходило. Он знает, кто, куда ходил, кому каких он передавал. А теперь нам нужно вести какие-то такие ситуации, в которых первый игрок, он знает, что он оказался в этой ситуации, но он не знает, вот, какой тип, там, второго игрока, да, то есть, он знает ходы, которые происходили, но может не знать, там, например, какой тип второй игрок. Для этого мы вводим понятие информационных множеств. Это мы объединяем те вершины, в которых, для которых информация о том, что происходило до этой игры, она одинаковая. То есть, и брокер не знает, в какой вершине он находится. Давайте я приведу пример. Значит, заодно, это плюс, плюс стоит не только в том, что мы можем объяснить сраконожку, но и в том, что теперь мы можем переписать все наши одновременные игры через информационные множества. То есть, например, дилемма заключенных. Дилемма заключенных теперь переписывается как динамическая игра, но она, конечно, как динамическая игра неинтересна, потому что там всего один вход, никакой динамики там нет. Но, тем не менее, можете сделать следующее, сказать, вот первый игрок, он как-то ходит, а потом ходит второй игрок, но он не знает, как сходил первый. Поэтому мы эти вершинки объединяем в одну такую сосиску и считаем, что это вот одно информационное множество. Второй игрок не знает, где он находится. В разных книжках обозначается по-разному. Там иногда я делаю сверху направленную, а сверху вниз. Я развил там пунктирную линию. Иногда как-то, в общем, по-разному есть обозначения. Ну и дальше второй игрок, он типа, то есть, вот первый ходит там либо себе, либо другому. С точки зрения, я вот с точки университета всегда люблю писать, чтобы не путаться с минусами. Ну и дальше второй игрок тоже играет себе или другому. Ну и тут получается соответственно выигрыши, что если оба себе, то там один. Если первый себе, второй другому, то это 3-0. Если первый другому себе, то 0-3, а другому-другому 2-2. Можно сказать некоторые, то есть про инструкционное множество, мы, наверное, предполагаем некоторые свойства. Я не знаю, можно ли их конкретно выписывать. Я иногда это делаю, иногда нет. потому что в конкретных ситуациях будет понятно, как у нас происходит. Но надо вот инструкционное множество определить, чтобы было понятно, что игроки не идиот. А например, давайте напишем какие-то свойства инструкционных множеств. То есть инструкционное множество это объединение вершин управляемых одним игроком одним игроком причем игрок действительно должен понимать, должен не понимать, где он находится. Например, у этих вершин должно быть одинаково количество искающих ребер. Потому что если у него разные вершины и разное количество стратегий, то, конечно, он будет понимать, где он находится. во-первых, ну то есть если у меня V и W лежат в одном информационном множестве H, то множество стратегий у них, по крайней мере, состоит из одного и того же количества. Структура дерева до этого должна быть одинаковой. То есть не может быть такого оно ... ну это самое простое. Ну и дальше интуитивно понятно. например, там сейчас я могу посмотреть в учебнике и точно прислать скриншот оттуда. Ну, во-первых, там игрок не может быть потерять память. Например, он такой вот он был в какой-то вершинке, потом что-то что-то проходил, потом снова пришел в какую-то вершинку и он не помнит. Это как бы вот он там уже был или нет. Там есть такой пример с пьяным водителем. Вот он ехал, ехал, сначала был поворот, а потом он забыл, был ли поворот или нет. И снова не знает, это тот поворот или не тот. Поэтому считается, что, например, точки инфекционного множества не могут находиться на одном пути. То есть вот такое неинфекционное множество. Далее, если там количество стратегий одинаковое, то мы все-таки считаем... на одной высоте. Ну да, да, высота от корня может быть... там это нужно точно, точнее, симулировать. Ну, да, да, ну вот, то есть в ваших примерах, то есть, ну, я просто говорю, что там есть три типа свойства, что, например, что, во-первых, не может быть такого мы запрещаем, потом не может быть такого ситуации, что здесь есть вершинки, в которых он знал, где находился, да, вот этот игрок 2, потом что-то произошло, и потом он уже не знает, где он находится, да, такое тоже не может быть, потому что если он знал, что он тут находится, он простое Mediterranean не мог забыть, что он находился тут или не тут. Ну вот, да, из одной вершины этого выходит тоже такое не могло быть, то есть, если он тут знал, куда он пошел, то он все-таки обладает нормальный память, то есть способен понять, где он все-таки здесь оказался. То есть не может быть такого информационного множества. Может быть по кускам информационного множества, но такого, что у них есть где-то вершинка, из которой выходит, где он знал, как он сходил, такого не бывает. Но это называется совершенная память, по-моему. То есть я не думаю, что это нам где-то понадобится в доказательствах. Если понадобится, я про это отдельно напишу. И в задачах у вас не будет такой задачи, где это будет играть какую-то роль, то есть, конечно, все удачи будут такие, в которых у вас вы и так понимаете, что все, то есть у нас все хорошо, да, что у нас не будет таких примеров, где память несовершенна. Ну и чтобы замоделировать все-таки сороконожку, ну, конечно, да, они, конечно, не пересекаются, то есть у меня теперь, ну, как бы, давайте я перепишу, да, вот у меня теперь, помимо того, что я сообщаю игроков, дерева, терминальные вершины, функцию выигрыша, функцию, значит, управления вершинами, кроме этого, я еще должен для любого И, у меня фигмус 1 от И разбивает мне пересекающееся информационное множество там по кем-то альфа, это называется информационное множество, которое удовлетворяет этому свойству, значит, ну, и смотрите, у меня, как бы, плюс в том, что можно выиграть такие штуки, самый большой минус в том, что у нас теперь нет никого выигрыша, стрела Куна, потому что мы не можем начать за счет конца, потому что нет конца, вы не можете, ну, то есть вы не можете здесь принять решение за второй игрок, потому что он не знает, где он находится, поэтому, вот, ну, можно поговорить, что есть равновесие совершенно под играх, да, значит, да, значит, во-первых, можно положить на равновесие все еще. А равновесие на подыграх надо тоже поменять, потому что вот эта вот штука не является под игрой, потому что игрок не может понимать, что здесь находится. Поэтому, когда вы говорите, то есть, рейси пораньше перестраиваются, но когда вы говорите про SPN-E равновесие, то мы считаем, что подыгра, если подыгра подойдет какая-то вершина информационного множества, то в нее должно подать все информационное множество этой вершиной. То есть, если содержит вершину информационного множества, значит, все H должно быть подыгре. Все H в подыгре. Но сейчас, если вот вы здесь говорите, допустим, эта вершина здесь лежит подыгре, значит, эта вершина лежит подыгре, так когда это под дерево, то вам придется эту вершину добавлять. Поэтому у нас получается, что из-за этого у нас размывается немножко граница между SPN-E и NE, потому что вот для этого никакого отличия между лично, но если подальше, и совершенно подыгры лет, то что нет, просто нет подыгр. Да, вот мы, конечно, мы рассматриваем сейчас более богатый серийство игр, но мы теряем вот то, что, то есть вот пока что, ну, древним из-за пленки ничего больше сказать не можем, потому что у нас подыгры просто нет. Ну и вот, чтобы окатительно замоделировать сырконожку, нам еще нужно добавить, ну, это вот такая... Нужно добавить случайность, И это обычно, есть игрок обоценивающаяся природа, который просто изначально выводит некоторое рандом в игре. Это такой игрок, который, у него нет никаких, никакой функции выигрыша, он просто выбирает, как бы, ну, случайно выбирает то, что, тип игрока. У него, значит, это управляет вершинами, Управляет вершинами, Но Нет Никакого выигрыша. Ну, вот, теперь я попробую переписать сырконожку, как это должно выглядеть в Вот в этом, в игроковыми типами, И дальше нужно будет думать, что делать, Какую концепцию на весе нужно ввести, потому что наше на весе уже не работает. Вот сейчас вы видите, почему. Еще хормигинальные вершины, наверное, не могут быть, вытянутые. Не, ну, это понятно, у меня инфрационное множество, только это эфпинус первоты, а там терминальный туда не входит. Так что, наверное, это нормально. Ну, вот сырконожка выглядит примерно так, да, что вот сначала есть природа, которая определяет, какой тип у второго игрока, да, то есть она, ну, мы тут будем писать какие-то вероятности, но вот она пишет, что там второй, значит, игрок рациональный, или второй игрок альтруист. Или альтруист. Дальше ходит первый, который не знает, какой тип второй игрок. И он должен принять решение, либо он передает ход, либо он отказывается. Ну, вот у него здесь вот функции выигрыша одинаковые. Дальше ходит второй игрок. Второй игрок прекрасно знает, какой он типа, и причем альтруиста всегда передает ход, а здесь второй игрок имеет право забрать себе выигрыш и оставить при себе. А в втором случае он просто всегда передает, он альтруист. Можно? Да. А мы гарантируем, что если, что альтруист хочет, мы, короче, не можем не прийти в ситуации, что альтруист не будет на забрать, что они не могут, да? Нет, мы так моделируем, в смысле, мы, вот сейчас, я объясняю, как бы, какую мотивацию альтруиста, а сейчас я напишу выигрыши, и после этого, как бы, уже, не будет вопросов, что альтруист будет здесь, как коррекциональный, ну, как бы, как коррекциональный агент, потому что, вот если он в нижней части дерева, он просто не будет участвовать, потому что мы за него все решаем, потому что он альтруист. А в следующий день он будет решать за себя, поэтому у нас все будет все нормально будет. Я объясню, что если, например, на тот выигрыш не ж сам, а три, а ты, а третьего. Да. То теоретически, кому передачу хода, могла бы уменьшить итоговый процесс. Я вам сказала, что, короче, передачи хода могла бы уменьшить. Нет, то понятно, что равно, если все будет зависеть, от того, как его число напишется. Если напишите другие другие числа, То есть равновесие, при котором у вас первый игрок передает код второму, конечно, зависит от того, как число напишется. Если вы появились числа, возможно, ты и другому. Это надо посчитать. Ну, значит, здесь первый снова решает, забрать ли мы деньги или нет. И дальше он передает код второму. Ну, и вот здесь... Ну, давайте мы не будем рисовать дальше. У нас здесь формально второму игроку снова передает код. И тут нужно... Ну, давайте что-нибудь напишем здесь. Здесь 8.32. Если он будет первым, то первый забирает, надеюсь, будет 6.4.16. А реакциональный агент, конечно, заберется себе, поэтому тут будет 8.32. Ну, можно здесь написать половинку, но, в общем, как хотите. Тут можно... Ну, я сейчас не помню, какие числа, я в следующий раз посмотрю, чтобы было точно. Ну, я здесь сократил, потому что у второго здесь есть выбор передать код первому или поделить половину, но, конечно, заберется себе. Поэтому у нас такая сложная игра. Во-первых, у нас здесь есть природа. Потом есть... Первый вот он должен выбрать здесь, захочет ли он передать код. И здесь еще, с какой вот... Что он здесь будет делать, с какой вероятностью он пойдет туда или туда. А второй полет, ну, приедем двумя вершинами полет, но в этой вершине мы сразу понимаем, что он будет делать. Тут можно алгоритм своего клуба напрямить для этого маленького шага. Но вот здесь вот он тоже... С какой-то вероятностью он будет забирать деньги себе, с какой-то вероятностью будет передать ход направо. Ну и вот все, мы как бы... Все, что мы сделали с помощью алгоритма средиалкума, мы сделали. Дальше нужно как-то писать какие-то вероятности и что-то делать. Вот тут вот все, мы немножко застряли. Потому что дальше нужна новая концепция, чтобы эту группу досчитать до конца. Да. Если первый уже увидел, что второй передал хотя бы один раз, он понимает, что он интуит? Не-не, смотрите, вот мы находимся здесь. Ну, первый знает здесь, что второй передал ход. И здесь он знает, что второй передал ход. Но он не знает, он альтруистом передал ход, а рациональный клинический агент. Потому что если он передал рациональный клинический агент, и он его передаст ход, то он получит 8. А если альтруистом передал ход, то здесь он получит 64. Да? То есть вот, ну, в чем мотивация второго? Второй может попытаться обынуть первого, притворившись альтруистом, потому что если первый согласится, то второй получит 32 вместо 8. Поэтому с тех, кто верит, ему удобно это сделать. Но это как... Я могу написать более простой пример такой игры. Когда вас... Ну, давайте я его напишу. Ну, кажется, тут два информационных множества. Я могу написать то же самое с одним информационным множеством. Может быть, вам, как бы, чтобы было попроще. А там... Это там игра простой прокер называется. Такая же игра, но вот с одним информационным множеством. Представьте себе, что у вас есть... Ну, вы играете там... Это такой... Ну, язык называется... Блеф еще по-другому называется. Сейчас я объясню условия и сделаем перерыв. У вас есть игрок, который берет карту. Она либо красная, либо черная. И дальше он либо сразу скрывается, если красная, он себе забирает рубль, а если черная, он платит рубль другому. Либо он удваивает. Он говорит, я удваиваю. И дальше второй либо говорит, скрываться. Но если второй говорит, скрываться, то он платит удвоенную ставку. Либо он отдает. Говорит, ладно, еще не будем скрываться. И платит там... Или просто отдает рубль. Ну, вот, примерно, можно замоделировать так. Вот здесь природа, которая сначала определяет, какая карта красная или черная. Ну, там, ставится, например, на вторая. Но можно, вероятно, поменять. Красная или черная. Первый игрок знает, какая карта. Либо повышает ставку, либо удваивает, либо сразу скрывается. Если скрывается, то он платит, значит, тут 1, минус 1, а черный минус 1, 1. Дальше, говорит, удваиваем. Второй игрок не знает, какая карта, поэтому у него тут информационное множество. И он дальше говорит, раскрываемся или нет. Если не скрываемся, то... Так, надо как-то продовольно написать. Значит, если нет, то, наверное, он платит просто единичку. По обоих случаях. А если скрывается, то платит удвоенно. То есть здесь платит 2, минус 2, а здесь будет минус 2, 2. Ну, в чем заключается игра? Понятно, что если в красной карте, то вы, скорее всего, всегда будете удваивать, потому что у вас здесь будет единичка. Но если у вас будет какая-то, хотя бы какая-то вероятность, то в какой-то вероятности вы получите больше единички. Но вы иногда будете прочерну глифовать, потому что второй, если он с большой с researched конверя maze будет отказываться, то вы получите единичку вместо минус единички. Поэтому вам иногда с некоторой вероятностью будет выгодно блефовать и повышать и в случае черной карты. Ну и вот интересно, там посмотрите, как зависит от значений, с какой вероятностью вы будете блефовать, да? Понятно, что вы, скорее всего, здесь вот всегда будете направо. Ну вот так, вот, интуитивно вроде понятно, что направо всегда выгодно. А вот в нижней точке нужно с какой-то вероятностью блефовать, вот вопрос какой. Да, это чуть попроизвальше, потому что там вот два информационных множества, там какая-то страшная, страшная игра, какая-то куча-куча значений. Здесь, ну, простая игра, там можно считать, что играется одна-вторая, сразу можно сказать, что пометруется вообще вообще непонятно, как-то мерить. А тут, ну, не понятно, карта все время одна-вторая, ну и вот все должно быть попроще, попроще просчитать. Ну вот, опять же, непонятно, как. У нас пока нет, ну, мы можем, в принципе, свернуть эту игру в одновременную и просто ее прорешать, это хороший способ, но хотелось бы, то есть, ну, тут, для этой игры никакой динамики особо никакой нет, поэтому, наверное, это имеет смысл. Но для этой игры уже сложнее, потому что здесь у нас первый блок убирает вот здесь и здесь, и, конечно, хотелось бы эти штуки различать и как-то тут по-разному реагировать, хотелось бы использовать динамику. Поэтому нам нужна новая концепция. Ну вот, прежде чем говорить про новую концепцию, давайте мы немножко поработаем с информационными множествами в простых случаях, а потом уже, а потом мы придем к вот этой концепции, которая будет называться там, называть секвенциальное равновесие. То есть, наверное, к этому мы придем в следующий раз, а сейчас мы поговорим немножко про похожий сюжет с вот информационными множествами. Так что дай сейчас прерыв. Значит, еще раз, давайте я скажу, значит, игра с информационными множествами. Да, значит, вы сдаетесь в ту же самую игру. Вы говорите, что у вас для любого и вершин управления игроком развивается на информационное множество. И теперь, значит, для каждого информационного множества, для каждого вершинного, вот если у вас есть одно информационное множество, то у игрока должно быть одинаковое количество стратегий в нем. И более того, они должны быть одинаково помечены. То есть, когда вы выбираете вашу стратегию теперь, это не ход в каждой вершине, а ход в каждом информационном множестве. То есть, например, вот здесь, вот видите, у меня информационное множество. У меня игрока здесь не 4 стратегии, а 2. Это вот эти, вот у меня должны быть все на... В каждом информационном множестве должна быть сопоставлена биекса между всеми ребрами исходящими, так, чтобы я понимал, что если у него всего 2 стратегии, а не 4, и в каждом вершине есть стратегия сюда, есть то же самое. Да, вот у меня в каждой вершине есть две стратегии, и они одинаковые. Деревок одновременно ходит либо здесь направо, либо здесь вниз. Поэтому вот структура дерева вот такая, но при этом у меня для каждой, то есть если у меня есть информационное множество, то для всех там H1 и H2 из одного информационного множества у меня есть B-экция между G-H1 и G-H2 задана, ну и у меня стратегия... А не можешь сказать, у вас есть B-экция в вообще множество? Ну, можно сказать, что у меня просто стратегия, в честь для каждой информационного множества поднимена множество ходов, да? То есть у меня множество ходов поднимено не для каждой вершины поддельности, а просто для информационного множества. Негативный список, у нас много еще вольт-машином множестве, и те, что беекции были согласованы. Ну, согласованы, да, конечно. То есть у меня, ну, можно сказать, что у меня для функционного множества определено некоторое множество стратегий, оно вот, ну, стратегий определено для каждого инфрационного множества, и дальше с каждым маршином есть беекция. Ну, я могу так сказать. У меня для каждого аш-альфа задано множество подов, Е от аш-альфа, ну, и с беекциями Е, альфа, Е, аш, для любого аш-из аш-альфа. То есть и стратегия это ход отсюда, да, стратегия это ход. Ну, и с Е от аш-альфа, или, если вы хотите рассматривать поведенчики стратегии, то это дельта от Е от аш-альфа. Вот это важное замечание, которое действительно нужно сказать, что у вас просто, ну, не просто объединяем какие-то вершинки, но мы ходим теперь уже вместе, в основном множестве, мы ходим одновременно, да, то есть мы ходим только направо, только вниз, и мы вместе смешиваем только вот тоже в одинаковых пропорциях. То есть мы не можем вверху вершине сделать 1-3-2-3, а вверху 1-4-3-4. Вот это важное замечание, которое действительно я не сказал, и чтобы снова прийти в игру, это вот надо именно так формулировать. Нет, еще раз, у вас должна быть в вершинах, в инфляционном множестве, у вас должно быть фиксированное количество ходов, то есть, например, у меня в этом инфляционном множестве есть 2 хода. Это значит, что в каждой из вершин инфляционного множества у меня есть 2 стрелочки, причем я знаю, какая из них куда идет, какая из них да, какая и нет. Да, и вы выбираете для инфляционного множества просто либо ходить направо, либо вниз. Вы не знаете, где вы находитесь, но вы должны решить одновременно, либо да, либо нет, ну, либо смешивая одинаковая пропорция, да? Нет, ну, как, у меня это ребро равно, это же другое ребро, чем вот это, поэтому я должен сказать, что вот это ребро, он не приводится сюда, это сюда, то есть объекции в этом смысле. Ну, просто я не могу сказать просто, что у меня здесь 2 стрелочки, я хочу сказать, что у меня действительно, вот я знаю, второй группе знаю, что 2 стрелочки нет, и 3 стрелочки нет, а вот 3 стрелочка да, и 3 стрелочка да. Конечно, множество стратегии, это теперь у меня, то есть множество стратегий vote-выгрока, и это, соответственно, у меня произведение по всем инфляционным множествам, по всем альфа, дельта, вот, е от аш-альфа. Ну, и можно будет читать функцию выигрыша тоже. Если у вас в каждой альфе написано, то вы можете посчитать, какой будет итог в каждой терминальной вершине, и посчитать выигрыш. Это, в принципе, можно сделать. Я думаю, если по-настоящему тоже определяется. Ну, и теперь давайте, если вы прям хотите подробно. Вот я еще раз скажу про то, что называется «Совершенная память». Сейчас где-то мне было написано, прямо четкий список. Так. Вести какую-то эквивалентность на вершину и сказать, что ваш ангел должен происходить только эквивалентно. Все? Ну, да, ну вот я хочу сказать, что у меня вершины разбиваются на класс эквивалентность, да. Ну, да. А приорно вести какую-то эквивалентность на вершину? Ну, например, если там... Ну, у меня же не просто на вершинах вести эквивалентность, мне нужно на исходящих ребрах вести эквивалентность, да. Ну, и на стратегии вести эквивалентность, да, потому что я должен, еще раз, для каждой вершины... Ну, вот у меня там... В одной в стратегии множестве у меня есть 10 вершин, но при этом всего два хода. Я должен знать, какой из них да, а какой нет. В каждой вершине это национальное множество, потому что у меня всего есть две стратегии здесь, да. У меня есть не там 30, не 64 стратегии, а всего две. Да или нет. Поэтому я должен знать, какая из них да, какая нет. То есть я должен сказать, что нижний – это минус, а верхний – там плюс какой-то. Ну, там, да? И у меня код принимается одновременно во всех вершинных информационных множествах. Я не могу каких-то вершинных пойти направо, каких-то вниз. У меня всего две стратегии. Да? Я говорил про то, как может быть удобно определить вот это вот ограничение на информационное множество. Сейчас. Ну, вы сказали, что информационное множество можно составить не из любых вещей. Ну, вот, вот вот похожиеся как-то есть, да? Это значит, что хотя бы из этих, из количества искорительных игр они должны быть одинаковые. Вот. Давайте я, вот я уже что-то говорил, давайте я могу еще раз написать там про совершенную память. Что именно? Ну, вот тут определенно задано, штучки формальные. Ну, вот сейчас давайте я, раз что ж спросили, давайте я про это поговорю. ну да ну вот собственно там есть два требования первое что если позиция x идет после игрека то значит они могут ходить в одно информационное множество x и y не входят не входит в одно информационное множество то есть игр типа вот вот таких вот игр не бывает не работает тогда это как пьяный игрок который забыл повернул или нет и по качеству повернуть такое запрещено требование но там два требования не примерно похожи что если у вас была одна вершинка y 1 и шинка x из которого знали где вы находитесь и потом учета ходили 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 попали в две разных вершинки y1 и y2 значит это же не выходить в одно информационное множество если вас тут если вы знали здесь что вы находились тут вы если начнут перестут и потом вас нет никаких новых информационных может и потом вы оказались в позиции неопределенности такой быть не может значит если x и y1 и y2 управляют с одним игроком и тут нет функционных множеств у y1 и y2 не входят в информационное множество в одно информационное множество ну и есть требования но похоже на второе просто вы говорите что если у вас было два вершинки в разных функционных множествах то есть у вас была вот такая картинка и потом вы здесь как-то походили и оказались снова в одном может такая картинка тоже запрещается что если у вас было x которое перешло в игрек а здесь было там x и x волной который перешло в игрек с волной если у вас x и x волной в разных информационных множествах значит игрек и игрек со мной тоже в разных даже не важно что там между ними происходило просто если вы узнали где вы находились и пошли тут здесь и тут здесь и потом в конце концов пошли сюда и пошли сюда то здесь вот эти шутки не могут потом в том месте находиться но вот это требует про совершенную память их всего три и я думаю что ни в одном примере на семинаре у вас не будет такой ситуации встречаться с поэтому такие ситуации не релевантно в общем ну неважно если даже тут есть не пустое но что вы должны повлиять на то что вы здесь вот вы считаете что и вот до этого были тут это вы были тут вы не можете забыть про то что вы тут были в разных функционных множествах а потом казались в одном да 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 вы знаете что в в Ход второго, а потом возможно он сделал еще один ход. То есть он мог делать два хода, а он мог делать один ход, и мы про это не знаем, но дальше... Нет, ну, кажется, тут может быть вот такая вот ситуация, если что вы видите в виду. Ну, мы знаем, как бы мы знаем здесь, что, вот вы видите, что здесь два хода, здесь один ход. Наверное, такие ситуации мы тоже можем различать, но вот я говорю, что вот это то, что написано, там можно, наверное, еще какие-то по этим вести, чтобы было проще, но мы там можем от двух сторон обвинить в один, например, да, тут. Да, в один обвинились. Ну, да-да-да, ну, в общем, мне кажется, что в тех моделях, которые у нас будут, у нас там будет все хорошо, и никаких проблем не будет. Да. Возможно. Ну, я, хорошо, смотрите, я привожу то, что написано, то есть это, это написано в кишке Даниилова, которая отрицает на кишку Майерсона, да, написано эти три условия. Возможно, вы придумаете еще улучшающие эти свойства. Я здесь понял, что наверняка есть какие-нибудь еще хорошие свойства, и, возможно, если бы будет игра, в которой действительно у вас будут проблемы с памятью, мы там что-нибудь подшлифуем. Но в наших играх, как правило, память хорошая будет. То есть у нас не будет никаких таких ловушек, когда вас ловят на том, что у вас там плохая память, что вы там как-то сходили и забыли про это. Скорее всего, в всех нормальных примерах, я понимаю, нет, я понимаю ваш пример, наверное, вы можете тоже добавить, то есть если вы действительно сходите, там, возможно, в разные стратегии, то, наверное, вы про это помните. Но, то есть это можно обобщить. Но давайте я пока, в общем, не будем тут углубляться, наверное, как можно еще какие-то свойства написать хорошие. Окей. Здесь я обычно рассказываю про повторяющиеся игры, потому что вот это как раз момент, когда можно в каких-то случаях с информационными множествами можно, на самом деле, что-то посчитать. И даже несмотря на то, что там информационные множества, можно пытаться решить задачу с конца и получить какой-то результат. Но вам правда будет сначала, как вы знаете, сначала будет плохой истор, потом будет лучше, а потом снова плохой. Это, значит, немножко про повторяющиеся игры. Сюжет про повторяющиеся игры. Это то, что мы пытались на первой лекции проделать. Идея такая, да, что вот мы... Дилемма заключенных у нас несовершенна, потому что мы с нее играем всего лишь один раз. Вот если бы мы у нее, если бы мы могли мстить, то, возможно, мы тогда могли бы пытаться наказывать второго игрока за то, что он играет плохо, тем, что мы в следующий раз играем плохо, а если он играет хорошо, то мы играем хорошо. Давайте пробовать замоделировать. А именно, будем играть в дилемму заключенных несколько раз. Значит, как это устроено? Давайте я нарисую дерево для двух игр. То есть, смотрите, у меня есть дилемма заключенных. Я тут квадратик небольшой нарисую. Значит, у меня идет первый игрок, потом идет второй игрок, ну и потом у меня начинается информационное множество здесь. Ну и там есть четыре исхода, которые я вот тут написал. Что значит? Мы играем два раза. Мы стираем исходы, то есть мы продолжаем игру. И на самом деле у нас теперь есть четыре исхода первого раунда. Да, вот у нас как-то игроки походили, и у нас есть итог. И теперь мы играем второй раз. То есть, понятно, что мы помним, как мы сыграем первый раз, но теперь мы рисуем еще четыре квадратика для второго раунда игры. Ну и логично, что мы играем в ту же самую игру второй раз. Ну и дальше, естественно, писать сумму выигрышей. Мы сыграли два раза, получаем сумму выигрыша. То есть, вот здесь дерево игры будет такое же. Понятно, что мы помним, все игроки помнят, как они сыграли в первый раз. Но во второй раз им снова нужно будет играть в ту же самую игру. То есть, они одновременно выбирают свою стратегию. И мы не знаем, как они, ну и второй игрок не знает, как сыграл первый. Ну и здесь нужно, то есть, снова у вас стратегий. Здесь подве в каждом квадратике. Ну и тут написать нужно функцию выигрыша. Конечно, я не буду себе писать. Тут их всего там сколько? 16 сходов. Понятно, что у меня сверху будет написано, если они всегда себе сдают, то тут будет 2-2. А ей будет где-то внизу 4-4. Ну и там где-то придут какие-то придутые значения. Я на какой-то неделе выписанную первую верхнюю. То есть, у меня тут там S. Значит, у меня, допустим, матрица такая. Я уже себе писал. 1-1. Значит, этот себе другому, то 3-0. 0-3-1-1. Если вы играете второй раз, то у вас всё просто появляются по единичке. А, 2-2. Значит, у вас будет примерно вот такая вот матрица. Что-то такое будет. Ну и там. Да. Разве в примере, вот, слева, это что происходит, что вершины второго игрока были в раз, информационных жертвов, или второго игрока, а потом вот эти вершины за ними в одном? Ну это всё должно быть вершины, это всё должно быть одного игрока, вершинки. У нас X, X, Y, 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 они все однажды? Да, 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 да. Ну, напишите, пожалуйста, что это не очень. Ну, и тут тоже X, Y лежат. Ну, это так, очевидно. В общем, везде, естественно, идёт вершина, вершина прием одним игроком. А, то есть? У нас два разных игроков, или они получаются общие для всех игроков, да? Что? Что? На ответ такого, что первый не знает что-то про второго, а второй не знает что-то. На смысле? Нет, может быть, X в X в Sony Нет, ну, посмотрите, если ты игрока, то, может быть, вот такая ситуация, да. И сходили, второй игрок не знает, как ходил первый, а потом третий игрок не знает, как ходил второй. Ну, если вы хотите трех игроков моделировать, то у вас будет пом € которые может быть делать для этих игроков. А если повторяешься в игру, я CO� на 1 шагу нарисоват всем else то 2 игрока, а 2 сторона будет. первая то я совершенно не важно поэтому конъекты могут комбинироваться нету первым знать кто еще находится в другом который восходит поэтому как будто только он не знает ну как бы ну так конечно он когда он ходит он знает куда 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 будешь это не важно вот соответственно видите что у нас у него стратегия это одновременно в каждую парочку меня статегия отдельно считается да то есть он может ходить решать как ему ходить отдельно в зависимости от того как закончилась первая игра то есть он в принципе может сместить на пиэр если первая игра закончится у него плохо то он может менять свою стратегию играть по другому но вопрос можно ли вести почитать равновесие то есть можно понятно что можно применить рейси совершенно на подыграх и начать решить с конца то есть решить для каждого квадратик на последнем ярусе потом понять, какой тут ответ, и пробовать решить квадратик для следующего хода. Вот, если так сделать, какой будет ответ, какое будет равновесие, совершенно на подобных для такой игры. Ну, легко понять, что у нас ничего не поменялось, потому что в каждом квадратике у нас единственное равновесие, которое есть, это вот равновесие, когда все деньги забирают себе, то есть вот это вот. Поэтому в каждом квадратике отдельности у нас будет решено, что мы забираемся себе, и поэтому выигрыши в первом квадратике просто изменятся, там добавится 1-1, и поэтому в решении будет точно такое же, то есть первый игрок, первый-вторый игрок всегда будут здесь играть деньги себе. Не-не, квадратика это просто копия одной и той же игры. Понятно, что когда я вожу повторяющуюся игру, это не просто там игра в квадрате, а у меня, то есть у меня это будет геометрическая прогрессия, да, то есть у меня еще 16 квадратиков здесь, да, там потом еще больше. То есть количество стратегий, оно довольно сильно растет. И вот в этом случае, значит, наверное, понятно, так, надо фанулировать четко или понятно, или надо все равно фанулировать? То есть понятно ли, какая у нас стратегия на первого и второго игрока? Ну, что мы выбираем до одного тратика и... Ну, формально, стратегия второго игрока, это мы пишем всю предысторию до последнего хода, и дальше его стратегия, это реакция на всю, на каждую предысторию, на каждый из ход предыдущих игр, он должен реагировать и сходить. Ну, и, то есть, по имени того, что он стал сходить в каждой стратегии, его ход на последнем ярусе, вот здесь все, да, это его, то есть, в каждом таком квадратике он решает отдельно, как ему ходить. То есть, можно сказать, что его стратегия это для каждого, для каждого исхода выбрать, что делать в этом квадратике. Понятно, что если вы будете карак конечный число раз повторять, то у вас ничего лучше не будет происходить, да? Ну, все еще будет такая же равновесие. То есть, если вы, повторяете, повторяя, дилемму заключенных, там даже н раз, у вас будет единственная эспаньера равновесия, именно всегда, во всех вершинах, всегда играть стратегию S. Во всех городах. Это единственная эспаньера равновесия для таких игр. Ну, в принципе, я уже здесь, если бы мы чуть-чуть другую игру смотрели, то можно делать некоторые угрозы. А именно, если у вас игра, если бы мы чуть-чуть по-другому сформулировали матрицу игры, а именно написали бы в адресу какой-нибудь, сейчас я нарисую пример, и мне скажут, что это вообще работает или нет. Так. Ну, например, мы бы сделали вот такую же матрицу. Так, 3-0. 0-3. 2-2. Здесь те нули. А здесь, например, 3-2, 3-2. Давайте вот такую игру повторим два раза. Можем ли мы здесь, угрозными за эти игрока, играть в первом... Нет. Когда я рисую матрицу, это всегда два игрока. У них просто по три стратегии теперь. То есть... Ну, А, В, С. Там, Д, Е, Ф. Да? Я взял игру для демозаключенных и ее немножко расширил, добавив еще в столбец, в котором тут везде нули. И вот здесь находится что-то посередине между 1-1 и 2-2. Теперь у вас... Вот равновесия по нэшу на самом деле 2. Вот такое. И вот такое. У вас есть 2 равновесия по нэшу. И вы можете попробовать с помощью повторения этой игры несколько раз заставить игрока использовать второе равновесия, не первое. Ну, или, например, можно ли попробовать... Вот вопрос, да, давайте я напишу. Можно ли заставить второго игрока играть все время... Ну, давайте я тут то же самое напишу. У нас симметричные все-таки. Играя КСС. Играть С. Первый вопрос. Второй вопрос. Можно ли заставить его на первом шаге сыграть ББ? Можно ли заставить играть Б на первом шаге? Ну, есть равновесие, да, в котором, да. То есть, мы... Ну, какая идея, да, что мы... Существует равновесие, в котором на первом шаге играется ББ. Существует равновесие, в котором на первом шаге оба игрока играют ББ. Ну, просто мы хотим найти равновесие совершенно на подыграх, в котором мы на первом шаге, вот на первой итерации этой игры, будем играть стратегию Б и Б. Да, существует ли одно антаж, то есть, существует ли Эспенье вот такого типа, да, то есть, это вот вопрос. Может быть, с помощью патричной игры довести чего-то большего. Ну, и идея такая, вот, нужно что сделать? Нужно попробовать сделать следующее. Мы будем, как бы, второго года говорить, что если ты с Третьсями не прокопируешься, то мы на втором шаге сыграем вот это равновесие. А если ты прокопируешься, мы вот это сыграем равновесие. Давайте попробуем это проделать, получится у нас или нет. Ну, смотрите, еще раз, вот мы во второй игре, вот мы во второй игре делаем следующее. Мы говорим, что если мы в первой игре сыграли все, кроме Б, мы будем играть АА. Да, то есть, во всех, во всех, у нас два равновесия есть, поэтому во втором шаге мы должны сыграть равновесие. Нет, еще раз, стратегия, еще раз, что такое стратегия? Я должен в каждом квадратике написать, как я хожу. Каждый игрок напишет в каждом квадратике, как он ходит. Давайте мы рассмотрим такой набор стратегий. Вот во всех квадратиках, вот если здесь сыграть стратегию ББ, то мы играем СС, а во всех остальных квадратиках будет написано АА. Так, ну вот здесь надо выбрать. Еще раз, ну смотрите, вот я это первый трат сыгрую, да? Вот здесь на стратегии я пишу, что было сыграно на первом ходу. Вот здесь на первом ходу было сыграно ББ, мы играем СС. Во всех остальных случаях мы играем здесь АА. Что-что? В каждом квадратике делается один ход. Только у нас, типа, будет не 4 игре. Ну 4,9, но у меня тут место кончилось на доске. Я предлагаю, ну смотрите, ну я говорю, что можно числа так подобрать, чтобы было, чтобы заставить, ну пока, я говорю, что пока вот в Фрэшу есть ли такое равновесие или нет. Возможно, нужно подобрать числа в ТЦ, чтобы такое равновесие было. Это я... Ну, по крайней мере, уж точно, смотрите, ну вот в каждой клетке у меня здесь равновесие, да? То есть у вас и АА, и СР равновесие, поэтому я в каждой из клеток так могу сыграть. И это будет равновесие. А дальше вопрос, что будет сыграно в первом раунде. В первом раунде я знаю, что если мы сыграем ВБ, то он получит дополнительно по 3 вторых. То есть у нас на стрелочке в ВБ будет написано там, типа, 5 вторых, 5 вторых. А если мы сыграем... Ну вот... Вот, если мы сыграем что-нибудь другое, на первой клетке он хочет клониться и сыграть АБ, то он получит 3, а второй играет получит 1, он получит 4. А так как он получит 2 плюс 3 вторых, что больше 4, да? Правильно? То есть вот, если мы здесь пойдем, то здесь будет выигрыш 2 плюс 3 вторых, 2 плюс 3 вторых. А если мы пойдем сюда, если первый игрок отклонится, то он получит... Ну вот, если он отклонится, то он получит здесь не больше, чем 4. Правильно? Ну, давай, 3,5 вторых. Что-что? Ну да, ну вот... Ну да, ну вот, видите, нужно побольше написать. Ну, я, видите, числа плохо подобрал. Хорошо, то есть если нужно написать, чтобы было побольше, нужно написать 5 вторых, да? Ну, видите, я понимаю, что сейчас мне скажете, что это все профанация, потому что я могу сыграть 2 раза 5 вторых и получить побольше. Ну, я уверен, что можно подобрать так числа, то есть вот здесь просто пропорции плохо... Если вот здесь пропорции по-другому написать, то можно заставить игрока сделать так, что у него вот эта будет самая оптимальная сумма, будет больше, чем нужно. Ну, это я вот... Нужно число подобрать. Да. Как ты реализируешься в этом подразии, что будет на этом-то равновесии? Ну, я уверен, что это равновесие. Давайте проверим, что это равновесие, да? Проверим. Я, я даю стратегии, вот смотрите, я, значит, я даю вот такой набор стратегий. Я даю правильное равновесие, давайте проверим. Значит, с каждым из этих квадратиков, невинный урок не может ничего поменять, чтобы сделать себе побольше. Что? Вот неважно, я должен... У меня игра состоит из одного шага, одного первого шага, иди, иди раз второго шага. Я должен в каждом из этих стратегий, это отход, в каждом из этих квадратиков. Значит, я должен в каждом из этих квадратиков написать, как я хожу. Вот я везде хожу А, а в этом квадратике хожу ЦС, а в этом квадратике хожу ВВ. Я спрашиваю себя, являетесь ли я-то равновесие, или есть ли там просто стратегия равновесие совершенно на подыграх. Ну, в каждом из этих квадратиков это равновесие, это равновесие, это мы знаем. Значит, мы должны проверить, что вот игрок здесь не может отклониться, так, чтобы получить побольше. Ну вот, здесь он может только отклониться из B, он может отклониться в A и получить 4. А там он получит 4,5. Поэтому мы можем его заставить, поэтому он не будет отклоняться отсюда никуда. Значит, это равновесие совершенно на подыглах. Нормально? Нет? 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 Что-что? Должно быть, но мне не хватило места. Хотите, я еще 3 нарисую, чтобы вы... Вот еще. И везде играем АА. Я же сказал. Что-что? В смысле, если он кранится в A, то он получит здесь 3, а здесь получит 1. Ну, если он отклонится в A, он пойдет по стрелочке A, и получит здесь, получит 3, а здесь получит 1. Значит, у них будет 4. Правильно? А вот здесь он получает 4,5. Ну, я говорю, что это просто плохой пример, потому что тут числа подобраны неудачно, и у меня не получилось показать эффект. То есть, на самом деле, можно было поменять числа так, чтобы у меня... вот здесь было поменьше, чем здесь, и тогда было бы вообще идеально. Прямо было бы... Ну, да, да, да. Ну, в общем, тут надо... Да, да, да. Ну, в общем, если тут написать 2,2, да, а здесь написать 3,2, у вас тут сумма будет... ну, тут будет сумма 3,5, а тут будет 3,2, и вот будет больше. И как раз, у нас получится максимальный выигрыш из-за того, что за счет угроз можно что-то добиться. Ну, я что, от примера субил, да? Не понимаю, что происходит. Нет, еще раз. Я говорю, что это эспернированная версия, которая причем приносит максимальный выигрыш, если вот мы правильно подберем числа там. То есть, действительно, угрозный может что-то добиться. Ну, у меня время почти закончилось, вот, но в следующий раз мы начнем с того, что, как бы, я угроза тоже можно, в принципе, попробовать так решить, но просто нужно ее играть бесконечное количество раз. Это несколько ломающая мозг концепция, потому что, что это значит. Но, оказывается, угрозы работают, просто их нужно вот применять бесконечное... То есть, нужно угрозно применять бесконечное количество времени, и тогда они сработают. Но, в общем, тут уже надо по этой формализации, потому что это такое непонятное, вот эта работа только с конечными дверями, с бесконечными нет. Но, тем не менее, в следующий раз мы вот это пройдем, и там все-таки можно найти вот один из подходов к решению дилеммы заключенных, это такой, что мы просто будем бесконечно ему угрожать, и тогда все будет работать. Вот, поэтому в следующий раз мы про это как раз поговорим. Ну, просто-то нет, ну, просто, как бы, он... Ну, он один раз отклонится и получит на один раз три, а так бы он бесконечный крейстер получал двойку, и там геометрическая прогрессия будет так устроена, что она получит, побьет тройку, в конце концов, да, да, да. Просто потому что, когда ты держишь дилем, ты умынешься, выводишь, да, 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 а так это будет пропадать, копируется какое-то количество времени, и там получится побольше, да, да, да. Вот, играй примерно на этом.